Владимир Вольфович Жириновский. АПЛОДИСМЕНТЫ С 90-го года мы полностью поддерживаем предыдущего оратора. Это было самое чудовищное преступление в истории человечества. Расстрелять собственный парламент. Это значит, просто мозгов никаких нет у того, кто отдавал такой приказ. Даже Гитлер не додумался. Он подсунул какого-то поджигателя, какого-то голландского коммуниста. Понятно, что провокация. Но маленький пожар в пустом рейхстаге. Так это фашистский режим. А это после, значит, вот столько лет нахожения у власти. Но ведь это продолжается. Если бы это был эпизод и всё закончилось, но этот произвол продолжается. Наш поезд идёт по всей стране. Прибывает в Кемеровскую область, где не действует Конституция Российской Федерации. Снимают асфальт с платформы. Убирают асфальт со ступеней, ведущих на платформу. Поезд в нарушении порядка отгоняют на самый дальний путь. Люди, конечно, туда пойдут. Но когда такой произвол окончится? Был губернатор Кислюк. Он на взлётное поле выгнал пожарные машины, чтобы самолёт с депутатами не мог сесть. Сейчас Кутулеев продолжает этот произвол. Где Кислюк, мы сейчас не знаем. Исчез. Поэтому мы будем требовать, обращаемся к генеральному прокурору СССР, возбудить уголовное дело в отношении губернатора Кемеровской области. Потому что, да, к генеральному прокурору России. Потому что это чудовищно, что делает человек. Он измордовал там депутата от КПРФ Астанину. Пытается нам всячески препятствовать. Избивают наших активистов, силой заставляют сниматься с выборов. И потом объявляют в области, что это мы сами сделали. Мы с ума сошли. Избиваем наших активистов, чтобы они снялись с выборов. Чудовищно. Поэтому те, кто недовольны, я знаю, другие партии не собирались признавать выборы в этой области. Там тоже. Вот я прошу подключиться к этому требованию. Возбудить уголовное дело. И параллельно мы потребуем ещё провести судебно-психиатрическую экспертизу. Потому что здоровый человек так действовать не может. Надо было Ельцину сделать-то. Психиатрическую экспертизу. В апреле 93-го года. Не да-да-нет-да. А в дурдом его отправить в апреле. И не было бы октябрьских событий. Мы не признаём выборы в Ростовской области. Сейчас там работает комиссия Центра Сбиркома. Три партии парламентских обратились о непризнании выборов. Они работали в Ростове. Сейчас едут по регионам. Но более чудовищных выборов у нас не было никогда. Нас хвалится в Москве впервые провели якобы честные выборы. Да, хорошо. Ну а когда в Ростове будут честные выборы? Ну вы представляете? На отдельных участках за Единую Россию 100%. Вы что, с ума сошли вообще? 90% страны ненавидит Единую Россию и эту власть. А в Ростове сумасшедшие идут и голосуют. Мы за Единую Россию. На Кавказе уже этого не делают. На Кавказе уже 80% спустились. Значит, что делают? Вбрасывают бюллетени. Значит, 300 человек избирателей, вдруг 600 у них пришло на выборы. Там 900, вдруг 1200. Наоборот. Выдали 1000 бюллетени, а в урнах 700. Где 300? То есть в наглую вбрасывали или уничтожали бюллетени. Уничтожали при наличии полиции. Что это за полиция? И они в наглую говорят, мы здесь охраняем урну. Всё, что хочешь сделать тогда на участке. Урну они охраняют, а избирательные бюллетени можно уносить, которые не в урне. Это же идиотизм. Подняли явку в несколько раз больше. Естественно, вбрасывали бюллетени. Естественно, все за Единую Россию. И естественно, везде опустились данные по ЛДПР. И нас опустили на 0,02 ниже пяти. Дураки! Ведь это я сейчас буду долбать их до Нового года. Мы фракцию выведем отсюда из зала заседания. Это будет позор на весь мир опять. И может коммунисты поддерживают. И справедливая Россия. Вот что делают дураки в Ростовской области и все области Биркома. Вы дайте один мандат. Законных наших 5-7 мандатов. Один не дают эти ростовские бандиты. Это же чудовищно. И в основном это Шахтинский район, допустим. И рядом Октябрьский район. Депутатов никуда не пускают. Наблюдатели выгоняют. Бандиты окружили все избиркомы плотным кольцом. Если копию протокола кто-то успел взять, отбирают. Вы же видели, там действует банда ростовская. Это хуже, чем Кущевка. Везде, где однопартийный режим, там будет бандитизм. Это позор. Позор Голубеву. Мы будем требовать отправить его в отставку. Голубева. И будем выводить фракцию каждый месяц. И я прошу вас, Геннадий Андреевич, и Миронов, 4 октября заседание госсовета, давайте и там поставим вопрос. Пусть все губернаторы и власть услышат. Это не Валдай. Слабкие речи там раздавались. Пусть президент примет меры. Но дальше некуда идти. Но понимаю, воруете 1%, 2, 3, 5, 10. 100% воруют уже. 100% издеваются. Явка в городе Ростове. Значит, 12%, да? Вдруг на других участках 70%. Что, полусумасшедший город, что ли? Одни идут на выборы, другие не идут. Есть отдаленные участки, там километров 200 от Ростова. Там столько проголосовало за Единую Россию, сколько нету жителей. Это куда дальше идти? Жителей нету таких, такого количества. А голоса есть. Поэтому Ростовскую область закрыть. Всю администрацию выгнать вообще. Всю полностью. Не только губернатора. Всё криминальное там. Я в детстве слышал дурацкую фразу. Одесса, мама, Ростов, папа. Это хозяева преступного мира Советского Союза. Одесса, мама, Ростов, папа. Думаю, что такое? Вот прошло 60 лет, я понимаю, что такое. Самый преступный, самый грязный, самый криминальный город Российской Федерации. И Единой России не стыдно говорить, что они там победили. Вы победили в криминальном городе? Значит, вы с этим криминалом, с этими бандитами. Вы, партия большинства, вам позор. Вы сделали болотную. Мы не вышли на болотную. Если бы мы вышли три партии на болотную, вам был бы конец. Никаких Валдаев у вас не было бы. Никаких выборов президента не было. Если бы мы пошли в декабре на болотную. И мы еще сдерживаем себя. И благодаря за это вы нас макаете в грязь. Макаете каждый день. Каждый час. И я всем позвонил. И Неверову, и Чурову, и президент. Всем. И что толку? Что толку? Получается, вся власть с криминалом. Это что, позор? Это что такое вообще? И вы там выступаете перед политологами всей планеты. Это чудовищно. Да стыдно, какой Валдай закрыт форум. Чтобы близко не было такого форума. Сперва, вы видите, порядок у себя. Мы будем праздновать 20-летие Конституции. Конституцию приняли. А где демократия? Где свободные выборы? Согласилась власть. Уже так обнаглела. Да, впервые в Москве провели якобы честные выборы. То есть сама власть уже себя изобличает. Значит, все выборы предыдущие были полностью грязными. Поэтому мы три фракции вышли отсюда в девятом году, когда в Мосгордуму провели выборы так же, как в Ростове, в Кемерово или в Башкирии. Это чудовищно. Это отвратительно. Поэтому как можно так делать вообще? Ну что вы делаете себе 52 мандата? Ну что, если у вас будет 32 и будет большинство? Ну отдайте честное ЛДПР и КПРФ. Справедливая Россия там тоже вбрасывала карусель. И они возбудили два уголовных дела. Ну что вы сами создаете проблему? Вы сами создаете проблему, чтобы потом искать пути, как ее решить. Как решить проблему? Ну что вы, с ума сойдете, если вы отдадите законные нам мандаты? Ну у нас 10. Подавитесь, возьмите 8. 9 возьмите. Но один оставьте, у вас есть совесть. Чингисхан оставлял больше. Гитлер оставлял больше. Чем вы? Вы что делаете, Единая Россия? Вас же проклянет весь народ наш. Все вас проклянут. И вы будете бояться сказать, что вы из этой партии. И Собянин уже пошел не от вашей партии. Ему стыдно. И Путин не пошел президентом от вашей партии. Если им стыдно, то нам противно. И вы доиграетесь. Мы вам другую болотную устроим. Понимаете? Это будет другая болотная. Это не вшивая интеллигенция. И богатенькие вышли. А мы выведем людей всех недовольных. По всей стране. Если этот произвол будет продолжаться. Вы не способны проводить честные выборы. Объявите о самороспуске. И уйдите проще всех парламентов. Российской Федерации. И давайте проведем досрочные выборы. Пожалуйста. И досрочные выборы президента. Пожалуйста. Вы устроили фильтр с губернаторами. Вы издеваетесь над нами. Дадим подписи? Не дадим. И при этом вы на наши места посадили ваших депутатов муниципальных. Это куда дальше идти? На наши места посадили членов избиркомов. На наши места посадили наблюдателей. И потом пишите фальшивые протоколы, что все выборы все признали. Никто не признал никакого выбора. Позор вам, Единой России. И всей вашей власти. Пропадите пропадом. Убирайтесь вон. Подлость, гадость, преступники. Ненавижу вас. Спасибо. Спасибо. Владимир Абдулевич Васильев.